во имя отца и сына и святого духа книга исход 20 глава 8 стих помни день субботний чтобы светить его и далее 6 дней работы и делай всякие дела твои а день седьмый суббота господу богу твоему не делай вон и никакого дела ни ты не сын твой не дочь твоя не раб твой не рабыня твоя не скот твой не пришлец который в жилищах твоих ибо шесть дней создал господь небо и землю море и все что в них а в день седьмый почил посему благословил господь день субботний и осветил его мы считаем библию чтобы с библии в руках православные церкви выходили я не помню ни одного случая нигде а это так должно быть я не придумал я могу напечатать но правильно и неправильно у человека всегда возникли сомнения господь показал такой способ проповеди что второй считает он и не знал что это будем считать помни я сегодня хотел поговорить о памяти как часто мы ссылаемся забыл выходят из храма я на крыше говорю не уходи ваше дело сообщить бегом бежит домой прихожу спрашиваю почему забыл ну как можно забыть когда на крыше сказал выходил ты шаг шагнул и забыл бог отнимает разум и далее непослушание всем заповедям идет заповеди коротко не уби . не прелюбодействуй . а это все по порядку не работай не ты не сын не раб не не машина это движущая сила где не работай а по-другому нельзя у меня все пропадает это дело твое если бог так выделил помни первый раз говорится в библии слово помни на эту заповедь ни на одну заповедь не говорится нигде нет объяснения ни в библии нигде почему когда впереди то заповеди более важны чти бога отца твоего там родители говорится посчитай долголетний будешь долго на земле жить от суббота всего только по нашему да а по божьему не так нам нужно настроиться на ту волну что бог будет судить нас по слову своему евангелие от яна 12 48 я уже много раз повторял господь говорит я не сужу слово которое я говорил слово оно будет судить вас последний день я это прочитал первый день когда мне библию и я понял что все остальное не имеет значения если на суде божий не спросится не мои знания не мои почтения все это смахивается и даже не спрашивают впервые обозначен был этот праздник для человека и сказано по-израильский там шма израиль везде шма израиль слушай израиль слушайте все внимательно посмотрите у нас надписи 3 4 5 6 но это не все у нас выходишь там еще есть считайте внимательно сколько у нас было людей никто не спрашивает где и чего в первый раз вот к этому 15 6 еремеев подошел тогда еще был епископом сергий иванников который стал митрополитом нам приезжает все просчитал сразу но у него академия за плечами опыт огромный опыт он и в израиле служил в эстонии в чехословакии везде у него награды и здесь буквально все предыдущие разрушил с властями вплоть до президента дошло это все выправил опять на место и он к нам приезжает не просто как архиерей мы ему не принадлежим мы по-прежнему счастливым старпоцеза русская православная заубежная церковь он московский патриархат он все сгладил сколько было злословия в наш адрес он все покрыл я развешивал объявления на лагерь те годы посылали семинаристов которые срывали писали ересь ну какая ересь что потеряет детский лагерь этот наоборот все поставил других пример и наше объявление под колокольни как заходишь храм покровский все летом на дверях повысило оказывается надо помнить вот это он подошел а где это написано тут выставила не не заметишь один человек за все время у нас сколько людей здесь перебывала вот в этом он весь этот человек а где это написано я ты оставил меня говорит господь поэтому я мог простру на тебя руку мою и погублю тебя я устал миловать это страшные слова люди говорят бог любит грешника не любит грех как будто грех это где-то рядом слева или справа нет здесь говорится о том что наше отношение к богу а заповедь это касается бога восьмой день ребенок должен быть обрезан он не понимает еще восьмидневные вы сами знаете а дальше говорится и кто не будет обрезан должен погибнуть должно уничтожить его когда-то не послушался родители еще можно сказать родители заступиться здесь заступника никакого нет и первый человек мимо ушей пропустил это в субботу шаббат он пошел собирать хворост жена то может что-то состряпают шли там пустыне и сразу бог повелел задержать его взяли арестовали я его путь прохожу мысленно так его посадили какая-то сараюшка он думает как теперь там они думают а завтра как она в обед сварить то он не знает что жизни его уже нет бог его вычеркнул из жизни и моисей не знает а что с ним теперь делать у них кому не обижал не воровал пошел собрал хворост и господь сразу сказал уничтожить когда считаешь вот люди говорят бог жестокий из этих слова тоже ответите бог сказал это заповедь божия и надо ревность соблюдать суббота указывал на воскресенье шесть дней творил бог мир шесть дней первых книга моисеева бытия шесть дней а потом почил почил то есть как будто отдыхает бог не нуждается в этом а в новом завете написано бог говорит творю все новое отношение к богу отношение к родителям все другое то есть на высшее не отменяет пришел не нарушить на исполнить на высшее они не знали что такое молиться за умерших умерла или отец умер где-то мы еще ходатайствуем перед богом есть нет помощи это вопрос другой а здесь как если родители не верующие как мы заботимся о том чтобы они уверовали мой отец искал меня убить по одному делу а потом все-таки священника при привели как уж бог примет потому что на меня большая надежда возлагалась что остальным детям помог а я вдруг христа нашел это мне не могли простить это сумасшедшим считается так это плохой пример ничего на нем научитесь погибла вся семья и бог когда готов уничтожай уничтожай все жену детей скотину все под нулевку это бог повелевает и дальше все заповеди они касаются этого ну самое важное чтобы ребенок был обрезан а что важнее тогда обрезание или суббота а жену не заставишь рожать в определенные сроки она родила за 8 дней и восьмой день падает на субботу а в субботу нельзя ничего делать а для обрезания надо были дрова нагреть воду операция идет что суббота как будто бы ничего уже не значит оказалось на первом месте обрезание вышло обрезание указывал на крещение колоссянам 2 11 говорит об этом как мы должны к этому относиться а я крещен а дальше твориловое все как ты исполняешь эти заповеди как ты заботишься о спасении своей души в первую очередь пророка иеремия который вот это сказал 15 6 48 глава 10 стих он определенный говорит проклят кто дело господне делает и брежем все священники православия прокляты только за крещение мокрой ладошкой по голове и только деньги либо заплатил прокляты а другой да мы молиться не будем и проклят кто-то заступать и будет не удерживая меч от крови проклятие в одном стихе два раза еремия 48 10 а как так могли допустить а так с украины с белоруссии хлынули священники они там а католичные все не надо погружать слово крещение переводится по русски погружение немецком языке стоит у нас каждый день через два часа идут молитвы по интернету со всех стран и немки я спрашиваю как у нас таупан таупан это окунуть погрузить зайдите в любой храм нет подготовки по канонам церкви от трех до пяти лет подготовка шла вот у нас единственное место в россии было когда я был занятия в университете до пяти лет полный курс проходили новый завет противосектантская из ветхого завета песня песней взяли это для себя нет любыми путями давили приходили чтобы нас выкинули из университета но бог все по-своему делать ректор всемирно известный академик там профессор агтву он не принял от него это вам зачем это нужно чтобы я его выгнал на меня я вам дам другую аудиторию занимайтесь и мне это надо было чтобы нигде не звучало слово божие я это испытал знаю а как это делается помни помни не только хорошее но и плохое послание к евреям апостол павел и первом послании коринфян об этом перечисляет не героев только веры а люди которые нарушали и что их постигла он нарушал его убили другой не почитал отца и мать они родители должны прийти и сказать сын наш мод и пьяница наркоман из дома все вынес и даже возрежит руку на голову его из тут же на месте за городом его убивают камнями большой холм и туда учителя приводят учеников своих показы вот здесь этот ванюши он не слушал родителей его помили помните и апостол павел это были образы для нас для нас достигших последних времен это были образы для нас чтобы мы не были походливы на злое как они были походливы я напоминаю о памяти человек часто жалуется я не могу одно на пятерке учиться а у другой нет бывает но ты взрослый ты можешь изменить обстановку а как я изменю а почему ты не помнишь ну у меня и два тройки были в школе а сколько раз ты читал материал который учителя задают тем более верующие не разу бегал прыгал так вот теперь и получает я долго исследовал а чего память такая бывает это первое место блуд если незаконное соитие было блудодеяние на всю жизнь половина мозгов вырезано там булыжник в голове будет жарноварь сегодня компьютерные игры когда дети стали поступать в лагерь с компьютерными играми которые я еще не знал этого они совершенно ничего не понимают у нас как там есть тарзанка называется качачи девочка стоит а он внизу стоит да я прокачусь тоже она отпускает она летит а там палка в руку толщину она бьет о полбун кверх ногами он не поймет как она из монитора вылетела у него все там зациклено совершенно безумное две недели проходит бабушке звонит бабушка я научился первое есть а ребенку 12 лет компьютерные игры это блуждание ума я просто имею опыт категорически запрещается верующими людьми не допускайте ни разу никогда и нигде если это было уже повреждение вошло поэтому любая заповедь христа называется который дается шма израиль слушай израиль слушай потеряевка мы сегодня надеемся выезжать просим молитву мы просили погоду бог дал мы не знали как будет что и машина то не совсем хорошая здоровая но у нас выхода никакого нет мы вчера не были на богослужении мы не могли пойти у нас незаконченное дело очень важно иначе все смоем и мы там были но хотя один человек мы звонили чтобы обязательно пошел чтобы на нас мир вас не исполнился есть такое далее считаем второзаконие 5 15 что нужно помнить а потом поговорим о забвении вот молитву знаете 10 молитв утром считается и одна молитва 10 к пресвятой богородицы чтобы она избавила нас уныние забвение неразумия забвение сказал забыл вот у вас есть люди здесь которым когда бы что не сказал они выполнят сразу и даже опережают тебя как будто ждут когда ты к ним обратишься сделают там или напечатают или скажет или позвонят или как-то берите с них пример я подумал называть и называть ну положительно можно называть на это боюсь сразу за ревнуют а почему не я вот это может забывал где-то сегодня в городе забвение ужасное включила вам не надо включать воду ты пошла ее почерпни сначала а она включила сухой кран но она на кухне рядом закрой его нет я не услышу когда воду подадут подадут милостыня а дальше то забыла на дачу поехала а теперь то воду дали и вода течет все этажи вниз она прихожанка наша на меня в суд подали а кто а внизу живет еврейка еврейка это понимаете еврейка жиды проклятые у нее мнение такое еврейка ну тут национальность какая ты забыла я говорю так она в суд подала мне теперь платить а ты как хотела человек только купил что там у него стояло все пропало я не могу ее убедить что она права еврейка это ты не права нет она еврейка не играйте этим бог отнимет разум совсем я несколько случаев знаю скажу вам об них чтобы посочувствовали учиться человек в авиационном училище я там преподавал у них занятия был высшее авиационное училище человек отличник родители отправили они его ждут когда он настоящий летчик но они пока еще тренируются а другой там что-то нужно было сделать с крылом возиться сигнал на обед он побежал одну заклепку там или шуруп не закрутил а это то ничего не знает он взлетел только крыло отвалилось ни по ни отличия от моего ни диплома ничего не поможет забыл забыл что если только один сигнал на чернобыль будет беда какая-то взорвал четвертый атомный реактор половина европы глаза запорошила многие тысячи людей умерли и умирают отравленная вода в припяти оказалось библия не написано падет звезда полы по украински черные были и даже библия указала на это событие а могло быть по-другому не могло все время забывал а почему да другим делом занимался тебе что-то доверили почему не забыл сесть за стол поесть почему библию забыл почитать сегодня что дороже душа или тело любой скажет душа вечная а тело смертное ну тело то мы нажили мясо то сало червям корм а уж бог воскресит в этом же теле но только оно не будет такое там а оно будет другим и почему же ты сколько за обедом проводишь соедини три завтрак обед хотя у мусульман два раза в день едят и столько времени уделить чтению библии ну запомни хоть одно место ну не может запомнить марка 16 15 так трудно это ну хотя бы запомни о чем говорится и ни один не подошел ко мне лично здесь почему у меня памяти нет почему мои дети учатся на двойке почему и два и двоих вытягивает из класса в класс сегодня тройку ставят и четыре заставляют а по нашему не было его свободно оставляют два-три года будет сидеть память я считал много и знаю людей которые память развивали сами а как запоминать вот старые люди они быстро деградируют в маразм старческий пойдет и не знает куда пошел туалет или на кухню стоит не кто-то президент америки рейган такой был маргарет тэтчер премьер-министр ну болезнь своя называется такая а у верующих наоборот и в старости сочный и плодовитый и свежий сочный плодовитый и свежий ты какую старость себе готовишь развивать память как бы ты не старался у тебя память если есть на что-то другое на священное писание нет она тебе в старости не сгодится времен парижской коммуны евгений берсия пишет проповеди зале было 2000 человек а тогда людей арестовывали расстреливали как 37-й год был оттуда с парижа идет все и он говорит сегодня тебя арестовали пожизненное ты будешь граф монтекристо не выйдешь никогда но с собой можно взять одну книгу которую не обменять еще кто все 2000 людей ответили библию я библия занимаюсь пятьдесят восемь лет и каждый день как будто бы я первый раз беру я считаю не вылаживаю интернет это моим голосом библия насчитана на весь интернет уже не один раз и а почему эта глубина зато не оставляет самого малого даже малом ты будешь не верен ты богу не угодил придумали поститься в пост семь недель первый и последний а царей нет зато у царя семь дочерей и ты почтил первую постели старший и младший а другие это пошли вы понравится это царю или нет вот и маленько какие-то выводы то дело из этого у детей что забыл накормить скотину забыл накормить скота это почему не забыл сам поесть а как принимать жесткие меры вот у нас здесь уехали родители доказали же теленок привязан на жаре вы его напоите они напоили его нет они играют кто куда не где-то один человек здесь напротив живет и в окно видит он идет он очень смиренный он хороший берет ведро напоил и все равно мотается голова то его приткнулась к этому штырю у теленка я говорю зачем ты это сделал более трудный вариант но более плодородный был бы ты бы нашел их и дальше уже поступи как есть сначала найдя так все время за за всеми никогда не успеешь ты забыл ты и выправляй а родители без наказания его не оставьте оставьте без того чем без еды там или как-то сами решайте где-то вот он вырастает тогда он у нас уже не слушается вон как да как то ты же его под сердцем носила ты его родила он был маленький почему не уделили внимания чтобы память у него была развита а к чему теперь мы посмотрим второзаконие 8 2 и помню весь путь которым вел тебя господь бог твой по пустыне вот уже 40 лет чтобы смирить тебя чтобы испытать тебя и узнать что в сердце твое будешь ли хранить заповедь его или нет как вам трудно было ты припомни это все почему нужно молиться почему нужно встать хоть на краткую молитву ночи вспомни израиль шма израиль слушай израиль узнай какая причина что ты все это забыл а вы помните чуть-чуть когда я сидел в воздухе я только думал я обязательно выберу время заплюсь где то у меня там балерина такая трехэтажная кривоногая возьму ведро и там хотя бы недельку одному будьте с кем получилось не получилось работа суета куда-то где-то ладно на ходу уже там вспоминаешь а там думаю я опять как у католиков у них каждый год священники где есть должны приехать я могу ошибиться одна или две недели совершенно отдельной кельи еда и все есть где-то чтобы вник внутрь себя почему я же а где бы ты был сегодня если бы ты был неверующий где бы ты был сегодня ты посмотри что в мире делается считать страшно сколько убийства сколько коварства лжи буквально переполнено все суды захлебывается если кто хочет знать больше есть такое суд присяжных называется там уже 380 что ли выступление прям настоящий суд идет советую посмотреть очень полезно и о детях и о женах и мужьях прокурор выступает защитник судья и двенадцать или сколько заседателей они решают этого человека и спорят какое наказание дать и бывает из под суда прям сразу же освободить судья говорит немедленно сейчас же открывайте решетку выпустите немедленно сейчас же ни завтра ни сего ни когда-то сегодня вечером это нам мы верили уверовали в бог и господь нам простил все другим расскажи об этом ты сам себя взвесь один раз и скажи где где бы я был сегодня если бы не господь бог если бы не тот слово которое достигло меня у нас с этим нынче не так как раньше было мы все время ездили по соседним деревням мы посетили практически весь алтайский край в каждой районной библиотеке наши книги находятся все еще поступает известие когда вы были на благовестие или просто так отпуск наступил куда-нибудь закатиться отлежаться бог спросит мы 5 15 таразаконе прочитали мы посмотрели где вспомни твой путь о чем вспоминать где бы ты был как ты шел как ты болел какие были аварии и как тебя бог спас вспоминай все это израиле было что вспоминать и помни что ты был рабом в земле египетской но господь бог твой вывел тебя оттуда рукой крепкую мышцу высокую потому и вывел тебя господь бог твой соблюдай день субботний поверил вывел тебя господь был бы пьяница может быть а может еще что-то похуже было бы а что хуже все хуже если ты не каешься и второзакония 24 9 мы посмотрим что надо помнить господь помни 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 где мы были откуда меня извлек даже вспомнить страшно 20 что господь бог твой сделал мариями на пути когда вышли из египта помни а что она сделала она стала укорять брата брата она укоряла справедливо эфиоплянка у тебя жена есть и бог его покрыл проказы и весь там миллионы людей шли от трех до пяти миллионов и они остановились дальше идти некуда и моисей простил помни это помни мария знали а я верующая вот тем более спрос будет больше промолчи жене учить не позволяя ни властвовать над мужем ни над братом ни над кем господь строго взыскивает помни многое забудешь но мариям помни она мгновенно проказой покрылась и прикоснуться не взять и сразу все отшатнулись за разные болезни что делать стоять на месте бог решает участь нашу и моисей просил ее и сказал помните жены помните ласково разговаривая с мужем не пытаешься его наставить на свой путь что не так ну кротко выбери момент не уча как бы сказать а мама наша или кто-то как-то делал вот так двадцать пять семнадцать второзакония второй раз бог дал закон они первым потеряли и повторение новое поколение она родилась помни как поступил с тобою амалик на пути когда вышли из египта амалик это национальный народ и они не могут израиля победить в открытом сражении так они что делали своих воинов там снайперов посади а женщина это с ребенком она с тобой все идут она маленько приотстала там за кустик зашла они ее стрелой убивают ослабевших добивали у нас такое же положение чуть где-то зашевелилась человек слабенький такой старается выскочить и натравить против это амалик помни это хулана духа святого я очень часто это испытываю и пробовать вывести из этого состояния никак нельзя никак годами они помнят что-то где-то кто-то сказал даже не знает как сказано было как один человек сказал я отвечаю за то что я сказал но не зато как ты понял его а слова можно вывернуть по-разному и любой поступок сделать так что будет выглядеть против тебя а можно повернуть наоборот как рассказывает цезарь юрий когда возвращался с кораблями после битвы его все почитают исходя с трапа качнула видимо воду и он упал представьте маршал перед солдатами падает он мгновенно сообразил и поцеловал землю о земля как я соскучился по родине он даже здесь вышел из этого положения а тут наоборот за каждое слово цепляется а там сказано злопомнение когда-то было сказано и ты это помнишь и помнишь уподобляет дьявол с одними людьми вот я знаю с кем бы ты ни разговаривал он только услышал слово никон и никогда ребенка никоном назовут хотя никон есть святой но они терпеть не могут ни под каким видом прям буквально свирепеют на глазах но нет его я рассказываю к нам приезжал очень всемирно известный художник фотограф и поехал с фотоаппаратом написано никон и очень приняли хорошо в этом селении там они старые обрядцы жили и в конце кто-то просчитал никон как поднялись там я не могу доказать это японская фирма какая японская когда никон написано что ты нам в глазах засыпаешь пеплом почему из поколения поколение передается и когда нашли как лыковых где-то я гостями разговаривали они о них они разговаривают так как будто он за стенкой живет как будто их только сегодня с кострища сняли людей это из поколения поколение передается и вырастает новое поколение которое держит злопамерство бойтесь этого ты помни амалика амалик должен исчезнуть его нет нигде пресса соломона 22 19 не посчитайте что долго потому что это не долго совсем чтобы упование твое было на господа я учу тебя сегодня и ты помни господь учат трудно как-то уповаем на господа до выхода никакого нет не знаю бог совершенно неожиданно делает по-другому а вот я военачальник да они все не разведали а там глубокий урок и послал конницу на помощь с наполеоном было и падали кони на полном скаку и людей давили пока полный урок не наполнился а уже остальным ехать незачем все погибли помни у бога очень много дубин для нас приготовлено если мы этого не понимаем я говорю о памяти и христианство 12 1 слушайте юноши вас это сильно касается и помни создателя твоего дни юности твоей доколе не пришли тяжелые дни и на наступили годы о которых ты будешь говорить нет мне удовольствия в них остаться какое удовольствие глаза не смотрят уши не слышат колени не сливаются но помни от юности я бы пошел за богом а что ты принесешь хороший когда срезали розы привезли но если привезете через год они валялись где-то на помойке кому не эти цветы нужны так и юность наша юноши помните это берегите совесть свою некоторые не знают что такое совесть поясняю это тот участок души через который слышится голос божий участок души через который слышится голос божий а если не слышится совести нету бессовестный человек он уподобляется дьяволу исайя 4421 помни это яков и израиль ибо ты раб мой я образовал тебя раб мой ты израиль не забывай меня бог образовал тебя бог дал тебе жизнь и она быстро быстро кончается ведь каждый день умирает не один и два человека десятки тысяч человек на земле помни где-то будет день который обязательно не знаю где-то спотыкаемся падаем но в этот день который мне умереть что-то моей жизни бывает такое на что я не обратил внимание а это предупреждение как правило 64 9 исаи не гневайся господи без меры и не вечно помни беззакония возри же мы все народ твой господь забывает грех ваш я бросил за хребет свой и для бога простить самого грешного человека чтобы погасить одну искру в океане поэтому каждый говорит согрешить дело человеческое а отчаиваться погиб я пропал вот это это дело сатанинское вот я много раз уже о чем-то говорил неоднократно напоминал об этом и уже даже говорить не хочет за стол садитесь помни я сажусь за трапезу господи дома не облокачивайтесь это без стыдцев говорит сера на чашкой не наклоняйтесь за край вертикально не заходите а почему уподобляешься скотине скотина подносит пищу себе нет она к ней наклоняется это василий великий сказал некоторых 50 лет еще не могу научить 50 лет как только сели за стол сразу облапали паре зачем уподобляться скотине тебе же добрые слова говорят 2 тимофеев 28 помни господа иисуса христа от имени давидова воскресившего из мертвых по благослованию как часто мы употребляем его господа иисуса христа просто спаси бог или спасибо не указывает конкретно всегда говори спаси христос я еще раз напоминаю не в обиду на молитве руки не держите опущенными библия опущены это свидетельство внутри что человек опустился и он не может встать это это знак ну как то возьми там на ленту подбежи на на что-то подними ну пройдите иконы мы православные ни одной иконы нету что в руки обе были опущены нету и колени ослабевшие это отвержение от бога я сколько уже раз говорил об этом мне это не надо но я обязан сказать апостол падает мы никому не вести можно быть для всех добрым написано горе вам когда все о вас будут говорить хорошо горе а если ты говоришь как есть у тебя врагов будет до полна а ты не отчаивайся я сказал а я не буду слушать а ты говори а они против будут идти как бурный ветер а я тебя скалой сделаю говорит господь игорь исход 28 12 еще прочитать дело в том что вспоминай слово в библии встречается 203 раза от разных падежах собирал собирал кое-как собрал вот а 20 и 3 раза когда полное все повеление помни помнить это инфинитив а помни это повелительно уже помни господь 13 раз напоминает о чем и я почти все места выбрал исход 28 12 и положить два камня сии на нарамники иефода это камни на память сынам израилевым и будет арон носить имена их пред господом на обоих раменах своих для памяти у него на раменах это клеща рамена и там-то были такие вот как надевают сегодня и там как карманы и тут булыжник лежит и тут булыжник камни на дом 12 имен израилевых колен и здесь тоже для чего чтобы не забыть посмотрите на иконы что я говорю не забывайте смотрите на надписи не забывайте это ну там одно было у нас другое там именно нашу иссахар что тебе скажет да а тут конкретно сказал им идите по всему миру и проповедуйте евангелие всей твари так что мы тварь творение это тварь если же дух того кто воскресил из мертвых иисуса живет в нас то воскресивший христа из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим живущим вас аминь аминь